Юрий, вам приятно, что вас так встречают болельщики сразу? Да, очень приятно. Это лучшие болельщики в мире, и они просто шикарные. Привет, друзья, это Егоров. Амкал уводил тренера Бабина. Да, мы будем обсуждать это на канале Идим Спорт. Но сам предмет обсуждения Амкала не касается. Здесь мог бы быть любой другой клуб. Поговорим о другом. О хейте и его справедливости. Дело в том, что в ряды уважаемых комментариев под роликом об увольнении Бабина затесалась масса хейтеров, которые фактически унижают прежнего тренера Амкала. Оскорбляют его, называют физруком и винят чуть ли не во всех бедах клуба. Но это несправедливая и гнусная оценка. Бабин не то что заслуживает, но должен получить реабилитацию. Реабилитацией и займемся. Кстати, я и сам прогнозировал, что Бабин очень скоро покинет Амкал. Это было очевидно. Я сделал пост ненадолго, не упоминая Бабина, не упоминая Амкал, чтобы не принести кому-то неприятные эмоции. Но прогноз оправдался. Кстати, лучше бы я так делал прогнозы на матч российской премьер-лиги. Не всегда получается в последнее время. Но скоро... Это не радость, а слезы. Потому что его поставили на место, наверное, самого любимого и самого титулованного, да и вообще легенды медийного футбола Дениса Ивановича Зубко. Увольнение которого вызывало вопросы в части справедливости. Большое человечко, и каждому из вас спасибо! Зубко справлялся с медийным? Да, безусловно. Справлялся, причем несколько лет. И они еще при нем прогрессировали. Пример Прокопа здесь самый очевидный. Но ведь были и другие. Начиная там с Феликса или Финита, и заканчивая там чуть ли не мной. Дальше. Зубко брал турнир. Да, конечно, причем один за одним. От МКС до Рутуба и каких-то второстепенных соревнований. При Зубко команда доросла до профессионального уровня и побеждала профессиональные же клубы. Ну да, без поражений в Кубке России. Триумф. Да при Зубко Амкал толком и не проигрывал. Потому что уволен он был до матча за третье место с Тудроц. А вылет из турнира с Броками состоялся лишь в серии пенальти. Вполне себе ничейном матче. Да и то последним ударом Витя Блатов мог все решить. Понятно, что внутри команды, внутри самого Амкала были возможные вопросы. Может, хотелось играть на более высоком уровне. Или хотелось новых тренировок. Или просто была усталость. Это решение полностью, наверное, оправдано внутри Амкала. Но мы говорим о внимании публики. И Бабин стал тренером в очень неудачный тайминг. Повторюсь, он стал тренером на слезах Зубко, на слезах фанатов. И при полном непонимании, почему же уходит легенда. Болейте, переживайте за эту команду. Она будет все равно. Огромное спасибо. Сейчас переполняют эмоции. Большое человечкое. Каждому из вас спасибо. Нет, конечно, во всяких голосованиях за него ставили галочку. Но вот этой всенародной радости и всенародной любви быть не могло. Бабин был обречен на статус человека, который не виноват. Он не подсиживал. Но который пришел на место самого любимого тренера. Спасибо! Спасибо! Не было у Бабина шансов и закрепиться в команде. Нет, можете сказать, что шанс есть у каждого. Но это все-таки медийный футбол. И давайте подумаем, посмотрим, как все происходило. Вась Маурин сказал, что если Амкал не выйдет, то, скорее всего, с вами попрощаются. Вот что, Бабин как-то готовил команду к сезону? Нет. Амкал прошел сборы с другим человеком вообще. А здесь с места карьер сразу Кубок России и масса других соревнований. Я не знаю, что такое давление. Я его не чувствую. Я чувствую ответственность. Но ответственность перед болельщиком, перед Германом, перед игроками, перед историей. Бабин что, как-то влиял на подбор игроков? Мог как-то настроить химию внутри коллектива? Нет, он работал с теми, кого взяли. Причем брали, это, очевидно, в достаточно хаотичном порядке. Обсуждаем, когда они приходят на тренировку. Там уже, я их вижу в деле, и там уже после тренировки мы обсуждаем. Салим уже проводил тренировку с командой? Нет пока. Но даже в этом случае, разве Бабин мог рассчитывать на тех, кто есть? Опять же, нет. Потому что после объявления мобилизации ушли Витя Блатов, Олег Дрожук, Майк Крапивников. Может, я кого-то еще забыл. Жек Испиряков стал тренером вратарей. Ну и, плюс ко всему, Алексей Гасилин тоже уехал. Ты, получается, сразу без двух медийных нападающих. Как строить что-то и как играть. Я также останусь игроком Амкала, поскольку речь идет только об аренде. Да и самое главное, Бабин разве мог рассчитывать на какое-то суперское уважение в коллективе? Ну, во-первых, он куда менее известен, чем три четверти команды. И, во-вторых, он по-профессиональному, если брать футбол, ну, явно не выше половины команды Амкала. Потому что кто-то где-то доиграл. И вот ответить на извечные вопросы, ты где играл и да кто тебя знает, Бабин, но априори не мог. Не было у него шанса. Игроки говорят иногда что-то, то есть это нормально. Ну, я и нужно у Германа спросить. Это Герман ответственность, понимаете? То есть это не ко мне вопрос. Ну и вот еще, разве Бабин мог строить какой-то футбол в этом пространстве, медийном? Ну, какой футбол ты можешь строить? Вот сегодня от тебя хотят результата. Ты строишь футбол на результат. Но как тогда быть с желанием выпускать Млечного, Воронина, Фарзяра, Финита, Фанки и многих других, включая самого Германа? Хорошо, от тебя теперь требуют выпускать медийных. Вопрос. Как тогда быть с результатом? Ту же родину можно было дожимать. Вышли футболисты? Нет результата. Не вышли бы? Был бы хейт из-за того, что они не появились. Патовая ситуация в любом случае. И то же самое с мнением игроков. Ну вот выпустил ты медийных и сильные футболисты, ну сильные на этом уровне, будут недовольны тем, что они не наиграли, например, на премьер, или не получили денег, или вообще мало времени получили игрового на поле. А выпустил ты сильных, будут недовольны те самые медийные, которые создают шум вокруг. Ну не вяжется, не получится так в медийном футболе. Нельзя, не выйдет. Ведь в этой ситуации у тренера Бабина нету статуса, чтобы все эти разговоры задушить. И, видимо, жесткого какого-то убивающего характера тоже нет, потому что, ну это такой воспитанный, интеллигентный мужичок. И вот этот мужичок, который пришел заниматься какой-то там тактикой, строить команду, там футбол, как изначально обещалось, вот оттуда я и сделал этот прогноз. Он медийному футболу не нужен, потому что медийный футбол это пародия на футбол. Ну пародия на профессиональный футбол. Здесь не нужны совсем другие качества. И да, вините ли обсирать Бабина? Нет, абсолютно никакого смысла. Наоборот, его нужно поддержать. Да, можете сказать, что он взялся, замкал, сказал, что я смогу, но в итоге не нашел языка общего с командой или с фанатами. Неважно, надо поддержать. Потому что человек сейчас уходит, получая много гневных сообщений, получая много таких больных ударов камнями в спину. Ну, нет, конечно, кто-то его хвалит, но тем не менее, эта критика очень запоминается. И довести это может до плохих дел. Может запьет, может вообще не захочет тренировать еще долгое время. Потому что, чтобы там ни было, такое быстрое увольнение это удар все равно и по самолюбию, и по репутации. Поэтому, если проводить примеры с большим футболом, то там, когда ты берешься за топ-клуб, Аргандинов футболянка в топ-клуб, то при увольнении, когда твоя репутация и твое самомнение заруинено, тебе полагается хорошая компенсация. А здесь я сомневаюсь, что есть какая-то компенсация. Так что не будьте подонками. Напишите Бабину пару приятных слов. Потому что, видимо, он сам не понял, куда попал. И не заслужил оскорблений. Юрий, вам приятно, что вас так встречают болельщики сразу? Да, очень приятно. Это лучшие болельщики в мире, и они просто шикарные. Ну и встает логичный вопрос. А кто же тогда должен работать в медийном футболе? Ну, ответ очевидный. Либо человек, который давно в команде, и который обладает каким-то авторитетом в коллективе. Либо как раз тот, кто находится на куда более высоком профессиональном уровне. И может уже любому футболисту сказать, слышь, вообще ты играл, что ты мне рассказываешь? Это Антон Соснин, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Градиленко. Вот у них проблем с коллективом, ну, если человек там не подонок, вот у них проблем с коллективом быть не может. И для медийного футбола они подходят идеально. А вот у Бабиных-Извезденных тут шансов нет. И к их профессиональному уровню, именно профессиональному уровню в большом футболе, это отсутствие шансов отношений никакого не имеет. И не их в этом вина. Просто среда такая. Это был Егоров. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok